Ну, вот и пришло время вернуться к теме Алану Вейка. Прекрасная игра, вышедшая 10 лет назад. Впрочем, о ней я уже подробно рассказал, если помните. Я упомянул также, что у игры есть продолжение, вот о нём бы я сегодня хотел поговорить отдельно. Кроме того, так как в этой рубрике я не скован спойлерами, я хотел бы заодно рассказать о DLC к оригинальному Алану Вейку, ведь они заслуживают отдельного упоминания, настолько вот они хороши. Особенно на контрасте с американским кошмаром, которому очень мешает приставка «американский». Впрочем, давайте по порядку. События оригинала закончились на довольно драматической и интригующей ноте. Алан понял, какую именно Томас Зейн допустил ошибку. Нельзя просто вернуть человека с того света, за это придётся заплатить. Томас решил обойти это правило и тоже заплатил многим. Через Барбару в Вирх явилась тьма, и чтобы запечатать её эту тьму, Зейн пожертвовал собой. Алан же исправил то, что начал с Зейн. Тьма уничтожена. Точнее, её воплощение. Само по себе это измерение никуда не исчезнет, но теперь оно в данном аспекте уже не опасно. Какое-то время уж точно. Однако в обмен на спасение жены Алан оставляет себя внутри этой ловушки, то есть меняется с ней местами. Впрочем, сдаваться Алан не собирается. Дополнение начинается с того, что мы оказываемся в той же самой закусочной, что в начале игры. Но никто даже не пытается скрывать того, что этот мир – гротескная пародия на реальный. Алан сейчас внутри обители тьмы, порабощён ей. К великому его счастью, он там не один. Его находит Томас Зейн. И если в оригинальной компании Томас был придуманным фантазмом самого Аллана, то в этот раз он настоящий, ведь он точно так же прозябает здесь уже долгое время. В связи с этим он знает, как тут выживать, и готов помочь Аллану, только вот есть загвоздка. Мир не даёт ему связаться с Зейном и постоянно меняется и искажается. По словам Зейна, сейчас никакая тьма им этим миром не управляет. Это сам Аллан действует против себя же. Какая-то часть его сдалась и желает поскорее со всем этим покончить. Эта часть стала отдельной личностью по имени Мистер Скретч, который и будет регулярно стараться уничтожить Вейка. То есть, по сути, Аллан столкнулся с интересной проблемой. Он стал заместителем той самой старухи Барбары. Теперь он сам для себя рисует кошмары и сам же пытается в них не погибнуть. Довольно интересная ситуация, но ещё интереснее то, как всё подано. Я обожаю игры, где показаны зеркальные миры. Миры снов, миры иных планов, одни и те же места в разное время, в разном состоянии. Я прихожу в восторг, когда, следуя определённой идее, знакомые нам локации меняют, оставляя узнаваемыми и в то же время делая их совсем иными. В Алане Вейке, в DLC, это сделано просто прекрасно. После забега по Bright Falls вам наверняка запомнились почти все его закоулки. Так вот, встречайте эти самые закоулки, перемешанные в кошмарном винегрете. Изначально мир хоть как-то старается походить на реальный, но чем дальше уходит Вейк, тем больше его разум страдает, и мир теряет свои очертания реальности, превращаясь в гротескное подобие того, что Аллан никогда видел. Это выражается и в построении локации, и в принципе их соединения, то есть из дома ты легко можешь попасть в чистое поле, а оттуда снова в дом или на мост. То есть, по мере прохождения логики построения уровня намеренно становится все меньше и меньше. Предметы превращаются в простые слова, происходящие в дурной сумбурный сон. И этот сумбурный сон прекрасен в своей хаотичности. Конечно, учитывая мое без преувеличения обожание подобного стиля, я отношусь к этому предвзято, но я уверен, что и вы по достоинству оцените этот колорит. В остальном же игра осталась прежней по своей механике. Амуницию теперь получаем из слов, которые приходится высвечивать на манер теней, как в конце оригинала. Персонажи перемешаны, их появление уже не несет никакого подтекста, ну или почти никакого. Они просто теневые фантомы, творение страдающего в огоне разума Вейка. А вот в атмосфере разница есть. Помимо уже описанного хаоса, свою роль играет еще и осознание того, что ты находишься во тьме. И даже свет здесь нереален. Здесь вообще ничто нереально, ты сам нереален, не больше, чем само это место. Довольно давящее чувство. В оригинале ты хотя бы понимал, что вокруг тебя жизнь. Пусть ты сейчас здесь во тьме, но там на свету есть жизнь. Здесь жизни нет. И лишь компания Томаса Зейна и еще одной твоей воплощенной фантазии не дают тебе совсем съехать в уныние безысходность. Несмотря на очень небольшую продолжительность обоих DLC, это, наверное, одни из лучших, точнее, разумнее было бы их объединить. Одно из лучших дополнений, в какие я играл, для одной из лучших игр из тех, в какие я играл. И пусть даже заканчиваются они не хэппи-эндом, все же они дают понять, что Алан однажды вернется. Увы, это самое однажды длится уже 10 лет. Сначала полноценную вторую часть делали, но вроде как получилось плохо. Потом вообще права оказались у Майкрософта, те решили не трогать серию. К 20-му году права снова у создателей игры, но сейчас они заняты другим проектом, который, кстати, тоже пересекается со вселенной Вейка. Впрочем, они не забыли про Алана и сами ждут его возвращения. А уж мы-то как ждем. Впрочем, я, наверное, сильно перепрыгнул аж на 10 лет сразу. В 2012 году какое-никакое продолжение серии таки вышло. И оно скорее никакое, чем какое. Называется оно Алан Вейк Американ Найтмэр. Американский, блин, кошмар. Я бы его назвал просто кошмаром фаната оригинала. Я не могу себе даже представить, что потолкнул разработчиков на выпуск этой поделки. Возможно, деньги, как обычно. Ведь они как-то признавались, что продажи оригинала на старте были низкими. Хочу сказать вот что. Сейчас очень модно ругать людей за то, что они смеют высказывать свое мнение в целом. Это я про себя в том числе. Для этого используются все инструменты. И если, например, в ролике используется тезис о том, что ждали-то игроки одного, а получили другое, то в ход идет полюбившаяся конструкция. Мол, никто вам ничего не должен. И если разработчики не оправдали твои ожидания, то это твои проблемы. Ну, в таком случае, если вам не нравятся подобные аргументации и основанные на ней отзывы, это ваши проблемы. Не нужно апеллировать каким-то там мифическим объективным критерием оценки. Никто не может быть объективен и не будет до тех пор, пока критерии объективной оценки видеоигр не станут как сантиметры или килограммы точными и цифровыми. А между тем, множество игроков действительно не оценило тотальную смену стилистики игры. Это уже с главного меню видно. Какие-то таблицы результатов, аркадная игра. Какие еще таблицы? Вы что, хотите сказать, что превратили прекрасный хоррор в аркаду? Да, действительно превратили. Вот ты входишь в игру и видишь толпу одержимых, и тебе тут же говорят, «Слышь, ты это, не сражайся, беги, дядь Мить!» Бежать? Ну ладно, ты реально бежишь, видишь свет и понимаешь, ага, сохраниться можно, но только ты в него забежал, он через секунду гаснет. Потому что, по мнению разработчиков, безопасных мест здесь почти быть не должно. Это ж аркада, всегда движение. И вот так во всем. Стоит ли говорить, что атмосфера хоррора улетучивается при этом без следа? Вы сейчас удивитесь, но это чуть ли не единственный минус игры. Остальные, практически все, только плюсы. Разве что продолжительность смехотворная, но тут опять же бабка надвое сказала, учитывая качество проекта, это может даже и к лучшему. Давайте сразу перечислю плюсы. Во-первых, это, мать вашу, продолжение Алана Вейка. То есть, несмотря на то, что геймплей стал совершенно непривлекательным, в сценарном плане практически все замечательно. Ну, разумеется, с поправкой на аркаду, опять же. От этого вдвойне обидно, игре явно тесно в этой жалкой аркаде, и это прям видно. Притом, сценарий подается несколько иначе, как уже сказал. Как вы помните, в конце DLC оригинала Алан хоть и взял себя в руки, но все же остался в темной обители. Теперь он активно пытается выбраться наружу уже вот два года. Беда в том, что и Мистер Скрэйч, его безумное альтер-эго, тоже окончательно обрело самосознание и хочет тоже выбраться в мир Вейка методом захвата контроля над ним самим, над его телом. Как видите, основную идею, идею «Твой худший враг, ты сам» бережно перенесли и в эту игру, что несомненно радует. Скрэйч хочет выбраться, чтобы разрушить жизнь Алана до основания. Правда, пока что ни у того, ни у другого это не получается. Да и я не уверен, что Алан не понимает, что имея за спиной такого врага, как Скрэйч, можно вообще выбираться в реальный мир. Поэтому Алан написал еще один рассказ главным действующим героем, которого сделал самого себя. Ну, как и в оригинале. А антагонистом по своей воле или по воле Скрэйча стал Скрэйч. То есть, таким образом, Вейкс создал полигон, на котором можно безопасно для основного мира, реального мира, разобраться со Скрэйчем. Иными словами, все баталии происходят в вымышленном мире, а именно в одной из серий самого Найт Спрингс. Что характерно, игра стелезона под него. Дикторский голос, соответствующий стилистике, типа «Алан выпустил на волю своего худшего врага. Сможет ли он справиться с ним in the Night Springs?» То есть, все выдержано именно вот в этом духе, в духе старых сериалов. Это неплохо, несмотря даже на то, что атмосфера ужаса влетучилась. Она влетучилась в основном именно из-за смены темпа игры. Да и потом, с одной стороны, ты ходишь, общаешься с персонажами, к примеру. Но потом их, скажем, убивают. И ты... А что ты? Тебе не пофиг ли вообще? Как можно сопереживать им, зная, что их специально придумал тот, кто стоит перед тобой? А зная принцип действия всего этого процесса, становится еще и забавно. Помните суть происходящего в оригинале? Алан вписал себя в события как персонажа, а всех противников и случайные жертвы он точно так же придумал самолично, чтобы все походило на реальность. Триллер выдержан в определенном стиле и нельзя просто было написать Алан Сяхо Биллэй победил. Нужно было, чтобы все было правдоподобно, каждая мелочь, чтобы написанная реальность стала явью. То есть по факту в American Nightmare Алан просто пытается, так сказать, пером и чернилами извести фантазма тьмы, которого отчасти самый породил. Алан для мира этой части игры как бог, или как почти бог. Никто или же ничто не погибнет без его допущения. И зная это, сопереживание и сочувствие ситуации пропадает напрочь. Наверное, стоит признать, что этот момент, хотя сценарно подкреплен изящно, все же является самым слабым для атмосферы игры. Но, кажется, я хотел рассказать о плюсах, да? Продолжу о сценарии. Раскрыт Scratch. Раскрыта технология переписи реальности. Раскрыта интересно. Мы все так же находим разбросанные рукописи, да, с той же целью. В них все это можно подробно прочитать. Записи даже озвучены Вейком. Кроме того, мы хоть и в выдуманном мире, такая получается, картинка в картинке, да? Но все же по радио мы слышим будни реального, в кавычках, мира. То есть уже в начале игры можно услышать что-то типа Elder God снова в строю, а Барри стал их продюсером. И о Вейке говорить не хочет. Думаю, в глубине души он верит, что Алан вернется однажды. Услышим мы про Элис. Иногда мне даже казалось, что мы слышим передачи из иного реального мира. Но, увы, это не так. Все это написано Аланом Вейком в Обители Тьмы. Выходит, Алан придумал уже второго по счету фантома Барри. Забавно, да? Хотя, если так подумать, ты два года в плену в Обители Тьмы натервелся кошмаров и сюрреализма на всю оставшуюся жизнь. Не видел ни одной живой души, только их гротескное подобие. И теперь даже рад послушать вымыслы о вымышленных тобой копиях твоих близких. Жуткое дело, честно признаться. Неудивительно, что Алан Вейк так словоохотлив здесь. Хоть сам с собой поговорит. Ну и вот, а через телевизор теперь с нами беседует Скретч. И там его играет актер Илка, отплясывая и корча из себя Джокера. Получается хорошо. И не достойно, если честно, прям вот такой игры. К слову, очень хорошо обрисовано происхождение Скретча. То есть это то, о чем я говорил, когда речь заходила о знаменитых людях. Иные представляют их по-своему. И те, кто ненавидит их, приписывают им все самое худшее, что только могут придумать. Или найти в себе. И вот эта вот субстанция надуманного негатива, оживленная темной обителью, и есть Скретч. Толково. Кроме того, авторы, как я упомянул в прошлом обзоре, интересно объяснили однобразие врагов в оригинале. Все-таки Барбара была посредственной в плане фантазии, поэтому не смогла извести Томаса Зейна. Зато вот Алан Вейк, как писатель, на недостаток фантазии не жалуется. Следовательно, его альтер-эго Скретч тоже. Он действует хитрее и изящнее. Он знает, на какие больные мозоли давить Алану. Мы это видели в DLC, когда он постоянно придумывал ситуации, которых не было в реальной жизни, или давил на чувство вины Вейка. Тут он местами продолжает эту игру. К тому же, раз теперь он занял место Барбары и управляет одержимыми, то и одержимые стали разнообразнее. Какие-то враги, например, от света не страдают, а наоборот множатся. Появились неотромпоморфные враги, пауки, гранадеры кидают гранаты тьмы, полтергейст оживляет предметы. Это действительно интересно. Из геймплейных плюсов, первое, что бросается в глаза, Алан теперь долго бегает, причем даже очень. И это хорошо. Что-то разработчики из крайности в крайность бросаются. Он у них то 10-метровку еле пробегает, то 100-метровку дает, не крякнув. Но второй вариант мне, безусловно, нравится больше. Видимо, Алан немножечко так счетерил и накинул своему персонажу плюс 10 к выносливости. Хотя я соврал, в глаза мне бросилось первым не это, а то, что фонарь теперь вредит только если сконцентрировать свет. Просто навести его на врага уже недостаточно. С чего бы вдруг? Это совершенно нелогично. Впрочем, чего уж там. И так понятно, что все в угоду аркадного геймплея. Зато оружия стало больше, да. Пистолеты, УЗИ, гвоздометы, винтовка и некоторые другие виды вооружения. Их можно добыть так же, как и раньше, или в ящиках с оружием, открываемых за найденные страницы рукописи. Озвучены новые стволы красочно и после трех пушек оригинала, как у Слада для ушей, глаз и рук. Кроме того, несмотря на то, что вместе с чувством тягущей атмосферы пропало и чувство безопасного пристанища, все же в игре появились персонажи, с которыми можно говорить. И не просто говорить, а реально трепаться по 5 минут. В оригинале этого немножечко не хватало, хотя там таким образом старались сохранить динамику. А тут талант мало того, что Слада Страстно болтает, так еще и не скрывает такие вещи, как то, что он в ином мире, что тот мужик это его теневой двойник, что тут ходят не просто алкаши, а одержимые. Ну и все в таком духе. А правильно, че стесняться-то в собственном рассказе. Вот. Видели сколько плюсов? Без дураков немало. На полноценную вторую часть не тянет, но на крепкой DLC очень даже. Создателям всего-то и нужно было оставить атмосферу и стиль игры прежними, и получилось бы отличное продолжение. Но нет, вот ваш жжай им под хвост попало. Сделали, блин, аркаду. В итоге Алан Вейк бегает в клетчатой рубашке по ферме, захваченной тьмой и стреляет из гвоздомета по бесконечным врагам. Местность теперь открытая, крошечная открытая местность в центре хаб-локации. Квесты теперь в стиле «Пойди на тот конец карты, забери Икс, убей врага». «Пойди на этот конец карты, забери Игоря, убей врага». Ну и зачем, спрашивается. Зачем чинить несломанное? Ну, починили, молодцы. Играть теперь неинтересно. Когда-то в 2012 году, сразу после прохождения оригинала, я радостно кинулся проходить американский кошмар. И забросил через два часа игры. Настолько вот он был скучный. Спустя восемь лет я снова прошел оригинал с запоем. Снова запустил кошмар. И он все еще кошмарен, граждане. Это просто писец. Игра до отвращения скучная. Клянусь, мне очень-очень редко хочется плюнуть на прохождение вот настолько. Даже желание узнать, а что там было дальше, не удерживает. И честно, я через не хочу, через блевотики проходил эту игру для вас. И не прошел! Я не могу, пожалуйста, хватит. Даже ради контента, даже если бы мне заплатили, я не могу в это играть. Ёжик старался, он жрал кактус, он не смог, он подавился. Простите Ёжика. Ведь в отличие от оригинала, бросавшего вызов даже на нормальные сложности, Найтмир бросает только какие-то объедки с барского стола. Игра до жути легкая. И не потому, что я играл на минимальной сложности, чтобы побыстрее пробежать эту хрень. Нет. Ситуации. То есть, в оригинале часто были ситуации, когда было действительно запарно двигаться дальше. Некоторые из них были кривыми, да. Но тем не менее, они хотя бы были, а тут просто пустота. Враги предсказуемы. Я уже говорил, дойди до точки, возьми предмет, враги выбегут. Убей, вернись, по дороге еще одна-две засады максимум. Ты даже видишь, где эти засады будут. И ты бежишь и думаешь, ну может хоть сейчас случится что-нибудь неординарное. Нет. Не случится. И вот так тут ты бегаешь по этим крошечным картам, которые сюжетно меняются со скоростью свиста. Потом еще и повторяются, ибо тут есть путешествия во времени. Да, вы как думали. Общий сценарий тут не заморачивается логичностью событий, компенсируя логичность маразматичностью. Первое, что нам надо будет сделать по прибытию, это уронить спутник на вышку, чтобы потренироваться в переписи реальности. Очень располагает к серьезной игре, да. Так вот, карты маленькие, исследовать их неинтересно, разве что действительно интересно находить рукописи. Благо они обозначаются на миникарте в случае чего. Правда, теперь стринги, как говорится, лопнули. Постоянно ошибки стринксов, это косяк перевода. Вот мало мне было того, что игра при запуске убивает языковую раскладку. Теперь ищу и эта хрень. Подкреплено все это такой же сменившейся листику музыкой. Стало ли она хуже? Ну, трудно сказать. Честно, настолько скучный геймплей даже хорошей музыкой не вывести. Но она, наверное, и не пытается. Оригинальный саундтрек брал колоритом, размахом, драматичными мелодиями, а в темноте играл шикарный амбиент. Здесь же играет что-то непонятное и ненавязчивое. Невзрачное. Может, музыка тут и неплохая, но на нее просто не обращаешь внимания. В общем-то, больше об игре сказать нечего. Подводя итог, могу лишь добавить, что игра несмело пытается выглядеть по-новому, все еще цепляясь за старые образы. Вы уж либо трусы снимите, либо крестик наденьте. Хотите сделать аркаду? Плюньте на Вейка, делайте. Впрочем, я лет на 8 опоздал с советами. У студии уже вышло немало интересных проектов во вселенной Вейка. Вот буквально на днях к игре Control вышло дополнение, где Алан фигурирует. Надеюсь, хоть там не облажались. Вот лучше в него поиграйте. Или в оригинальную игру. А в American Nightmare не надо. Даже на ютубе не смотрите прохождение. Не пытайтесь. Вы не сможете. У вас не получится. Вы слишком слабы для этого. Даже к толху уснул при попытке пройти эту игру. Одним словом, посредственность. И это печально. Впрочем, че печалиться-то? Благо Алана Вейка не похоронили и не скатили в говно. Не каждая франшиза может сегодня этим похвастаться. Так что поднимем бокалы Мацета за Алана Вейка. До встречи. И простите, ежик. Вот правда старался. Продолжение следует.